Доброго времени суток! С вами Сергей. И сегодня у нас состоит следующая акция. Акция у нас заключается в том, что мы будем сажать тую, тую западную в лесу. Так, у нас сегодня 13 октября, 13 октября, и у нас собраны туйки. Я вот делал вот так вот баночку из-под таблеток. Здесь вот сделал разрез, разрез, и будем сейчас сеять. Будем сажать и сеять тремя видами. Сеять просто, рассеивать по лесу, ходить. Первым видом мы будем сажать, то есть грунтом присыпать. И третьим видом мы раскидаем шишечки. Давайте приступим к первому виду. К первому виду. Так, раз. Разгребем мок. Чуть-чуть снимем земли. Мотку. Где-то по 3-4 штучки кидаем. Присыпаем. Мок обратно не закрываем, чтобы липки было пролосать. Расстояние между метров пять делаем. Присыпаем. На зиму мы сеем специально, чтобы они естественным образом прошли стратификацию. Сейчас нам надо проверить, какой способ будет лучше работать. Мы находимся вот тут вот дорога. Лицом к северу. По правой части я посажу. По левой части я посею. Еще у меня в пакете шишечки. Не дробленные, не дробленные. И просто раскидаем. И сравним три результата. Я думаю, сравнить мы можем только года через три. Туя здесь будет спокойно расти. Прибеднять другие виды она не будет. Так как она не такая высокая, как здесь растут сосны. Влаги ей хватает. У нее корневая система уходит глубоко вниз. Мы перешли на левую сторону дороги. Здесь как раз порыто у кабана. И сейчас просто вот так вот будем ходить, рассеивать по лесу. И потом будем сравнивать, какой способ работает лучше и какой проще. Вот этот способ, допустим, я думаю, у него схожесть будет меньше, но он менее труднозаправный. Третий способ посева мы будем кидать прямо шишки. Вот так вот. И посмотрим, что будет прорастать. Это самый менее трудозаптратный процесс. Просто вот таким образом сейчас походим, раскидаем. Что касается самого посева, я занимаюсь посевом первый год. И как, что правильно делать, я еще не знаю. Сейчас будем все делать методом проб и ошибок. Результаты наши будут видно, увидим, я думаю, только года через три. Ну и повторно мы там снимем ролик. Если позволит, то нужно мое здоровье. Места я запомнил и сравним, какой способ из трех более, так скажем, эффективный. Все, закончили. Мусор с собой. Забыл сказать, что одно из правил, которые я соблюдаю при таких посевах, это обязательно должно быть мелкотравье. Потому что в густой траве росту будет никак не пробиться. Ну что ж, на этом ролик заканчиваем. Не забываем беречь природу. Не забываем, что не надо себя варварски вести на природе. Нельзя мусорить. Мусор надо уносить всегда с собой. Ну что ж, на этом ролик заканчиваем. До скорых встреч. С вами был Сергей. Сергей, до свидания. Всем здоровья.